Азовская команда в составе 34 человек приняла участие в чемпионате России по смешанным единоборствам. Всего было заявлено около 500 спортсменов. Наша команда в дисциплине учку сшибка или тактическое фехтование в общем зачете показала отличный результат. Я как тренер сборной города Азова хотел бы отметить работу двух инструкторов. Это Луговенко Наталья Олеговна и Рыбченко Татьяна Васильевна, которые внесли хороший вклад в нашу совместную победу. Среди команд, которые тоже представляли очень хороших бойцов, хорошо ребятки сражались, наши тренера сборной оказались на высоте. Молодцы, за что я им выражаю огромную благодарность и бойцам нашим, которые тоже выступили. Азовская команда была не единственная, которая представила большое количество детей. Самые многочисленные команды это была команда Дагестана и команда Сурала. Но несмотря на такую заявку с других команд, мы заняли первое место. В общем зачете у нас получается 10 первых мест, 5 вторых мест и 10 третьих мест. Чему я очень рад и будем работать дальше, чтобы наше мастерство повышалось все лучше и лучше. Помимо Юрия Рыбченко с ребятами работает и второй тренер команды Наталья Луговенко из села Пешково. Я сама занимаюсь 29 лет айкидо, из них 14 лет я преподаю и 5 лет мы с Юрием Васильевичем учкуршипка занимаемся с детками подготовкой для того, чтобы дети могли больше и больше развить свою реакцию и стремление к спорту. Мне очень приятно, что дети заняли призовые места, хороший результат. Мы детьми нашими очень сильно гордимся и в следующем году хотим, чтобы результат наш превысил великих высот. Полина Чернышева 8 лет занимается айкидо и является помощником тренера Натальи Луговенко. Девушка впервые приняла участие в казачьем фехтовании и одержала победу. На этих соревнованиях соперники были довольно сильные, но я поняла их тактику и сразу тактика их против жениха пошла. Каким образом? Ну, я допустим поняла, что первый бой соперник бил, она была левша и била все время поверх моей руки. Я уходила в бок и била ее по голове с другой стороны. Эти соревнования для меня очень много чего значили. Еще один воспитанник Натальи, Артем Белоножко, всего год занимается этим видом спорта и уже занял первое место на чемпионате. На этих соревнованиях мои соперники оказались довольно-таки сильные. Я даже не ожидала в последнем бою, что так смогу себя показать. Эмоции у меня были перемешаны, одновременно и радость, и грусть, и что-то такое. Но, тем не менее, мне все понравилось, и я хочу также дальше тренироваться и принимать участие в других соревнованиях. Если сравнивать Айкидо с Айчкур, то это совершенно разные направления. Если с Айкидо я уже привык, то в Айчкур мне пришлось сильно постараться, чтобы занять первое место. На прошедших соревнованиях старший тренер Юрий Рыбченко был признан Федерацией смешанных единоборств одним из лучших тренеров 2023 года. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.